Девушки отдыхают А, это ты, Теофилия, здравствуй Да вроде бы ничего, спокойно Андро, имей в виду, кое-где начались контрреволюционные выступления А как в ваших краях? Да, по-моему, ничего подозрительного Чего не замечал? Нет, ничего не замечал Ты старый большевик, не мне тебя учить Мобилизуй членов партии, комсомольцев Надо быть готовым ко всяким неожиданностям Хорошо, хорошо, товарищ Теофилия Выставь вооруженную охрану Тебе может наглянуть банда Гоги Третьим, как полагается, не в первый раз Руки вверх, руки вверх, говорю Взять его Иди 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 Андро, Андро, ты меня слышишь? Андро, Андро, куда ты пропал? Андро, что такое? Всех в церковь и под замок Есть Ну, Андро Коридзе Кончилась твоя советская власть И твоя жизнь тоже Не будет тебе пощады Опередил ты меня Папа! Папочка! Папа! Когья, не убивай при ребенке Будь человеком Папа! 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 Что случилось? Что? Наша мамочка Мамочка умерла Доченька Доченька Не надо Не надо Дочка, не надо Я боюсь Не плачь Не плачь Успокой Идем домой Ты у меня храбрая девочка Иди домой Я скоро приду Ну Иди, дочка Гости ко мне приехали Видишь? Иди Гости ко мне приехали Как же я могу? Ну, успокойся Иди Мама Мамочка Мама 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 Ну Выкладывай Какие у тебя еще просьбы? Просьбы Стреляйте, гады Чего ждете? Значит, предали земле этих несчастных Схоронили Ой, схоронили Опоздал я, выходит Пошел за керосином Думал, поспею Да разве этого чертова приказчика найдешь Как сквозь землю провалился Вот и сиди теперь из-за него в темноте Эх же, кровь проливают Сосед соседа стреляет Твоякие, говорят, тоже с ними, Алмаз хан За кого ты меня принимаешь, Иларион? Не такой я дурак Чтобы идти против советской власти Нет, братец, мой сын дома сидит О, бандюги, сколько людей бы убивали Креста на них нет Да Иларион-то что? Сел на коня Да ускакал за границу Ищи ветра в поле А вот тем Кого они взбаламутили Придется иметь дело с ЧК Ответ держать В нашем селе уже пятер на тот свет отправились А в других, наверное, еще больше Эх Пойдем ко мне, дочка Иди, иди, не бойся Белое Сирота она круглая Ни родных, никого на всем белом свете Пусть живет у нас Хоть воды стакан подаст, когда И тебе, Дарине, по хозяйству поможет Слава Богу, еды в доме На всех хватит Жалко девчонку Не мог же я бросить ее на дороге Человек все-таки Герои нашлись Пальбу открыли, как на германском фронте Никак не навоюются Ну, кто из нас прав? Хорошо, что я тебя запер Дурья башка А то б схватил ружье и б скакал с ними Твой хромоногый Гогия Убил председателя Ревкома Герой Двух-трех безоружных большевиков Прикончил Одну деревушку взял А к Рику-то обрадовались Пришел конец советской власти Дурачье Алмаз-хан Алмаз-хан А ну, назад Это Гогия Гогия Сиди дома, щенок И не смей переступать порога Алмаз-хан Алмаз-хан Что, уходить приходится? Но мы еще вернемся Запомни, друг Оружие и пулемет Зарыты во враге У Старого Дуба На У Старого Дуба Это тебе, на память Куда путь держите? Туда, за границу Тогда вот что В схвате найдешь Одноглазого Хусейна Скажешь, что ты от меня Он все сделает Спасибо, Алмаз-хан Пускай не надеются Что мы уходим на век До скорой встречи Ну, не надо Ну, успокойся Папа Мамочка Ну, успокойся Ну, успокойся Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕЦ Наше село Просто не узнать Тебе нравится, Нино? Столько понастроили Муни-псижим Когда вы-то успели? За те годы, что тебя здесь не было Шутка сказать 20 лет 25 Как быстро летит время Да, да Особенно это чувствуешь Когда тебе под 50 Ты-то уж молчи Тебе и 40 не дашь Так ты выглядишь Глупость А вот я старуха Молодость ушла Я и не заметила Зато прославилась Герой труда Знатный чаевод А я кто? А мне бы хотелось Быть таким хирургом, как ты Скольким людям жизнь спасла А скольким еще спасешь Сколько вы гостей пригласили Юбилей колхоза Не каждый год бывает Нина Андреевна Вы нам не поможете? Что случилось? К нам только что привезли человека Он в очень тяжелом состоянии Кто-нибудь из нашего села? Я его никогда не видела, не знаю Его нашли во враге возле реки Нет, нет, и не спорь Говорю, не здешний он человек Значит, не здешний А по-моему, я его где-то видел Как или иначе, ему повезло Еще бы Нина из того света людей возвращает Сейчас все узнаем Руки у нее золотые Смотрите, вон Арсен Ну что, узнали? Кто этот человек? Откуда он? Сначала надо от смерти спасти Потом узнавать Больной в шоковом состоянии Пульса нет Давление не определяется Эй, ты Подай-ка напиться Что ты делаешь? Господи Как тебе не совесть на издеваться над ней? Не время сейчас в игрушки играть А чего она меня поит тухлой водой? Пойди-ка принеси из родника Тяни, тяни Ну иди Хочешь, я пойду, Нино? Тяни, тяни Крепче натягивай Прости, Алмаз, хан Не мое это дело Но обижать сироту Великий грех Еще один заступник выискался Какая она сирота? Слава Богу, сыта Одета Обута У меня тоже дочь есть Ей ровесница Может, едим мы не всегда досыта Но теплое слово ребенку Иногда дороже сладкого пирога Что ж ты не взял ее к себе? Когда она осталась без отца, без матери Что ж ты ее тогда не пожалел? А вот я пожалел Все село знает, от чего ты так раздобрился Много вы знаете Она мне как своя Как дочь Оно и видно Батрачит на тебя с утра до ночи Отдыха не знает А я что же сижу сложа руки? Да ты Ты сам как петух кукарекал Кто не работает, тот не ест Или я ослышался? Нет, не ослышался Ну вот, твои же собственные слова Не мои, это слова Ленина Тем более, он всегда дело говорил, Ленин Ну вот, что я тебе скажу, Георгий Хоть ты и грамотный, и не понимаешь Ты ни Ленина, ни Маркса Долбил себе одно мое добро отобрать Но не дождешься ты этого, не дождешься Свое Чужими руками добыто твое добро Чужими? А эти руки разве не работали? На, погляди Есть тут мозоль или нет? Вопрекать да завидовать это все могут Твой отец, царство ему небесное Шлялся по деревням на свадьбах И поминках кормился А я в это время землю пахал Потом своим поливал А теперь, по-вашему, получается, что я дармоед А он труженик А что же я, Алмаз хан Почему у меня ничего нет? Я тоже от работы не бегаю А ты скажи спасибо своей старухе Наплодила детей, как поросят На такую ораву не напасешься Ну что стоишь, тяни И довольно, митинг окончен Работать надо Прохлаждаетесь Да, погонять ты, мастер Верно говоришь, дядя Илларион Что он такого верного сказал? Обед мой Ужин тоже мой И сверх всего я еще рубль плачу Рубль Мало, да? Может и мозоли на его руках тоже твои? А? Тяни, тяни Тьфу Терпел я, терпел И кончилось Мое терпение Хватит И твой ужин И несчастный твой обед И твой распроклятый рубль Они у меня давно поперек горла Благодетель Я на него всю жизнь спину гну А он куском черствого чуляка попрекает И чего уходит твое время? Опутывайся проволокой Не опутывайся Тебя все равно выпотрошат Как бурдюк проткнут Это вот кто во всем виноват Три месяца шатался в городе А теперь явился баламутить людей Комсомоле Ты комсомол, лучше не задевай А то тебе Что а то тебе? А ну кто смелый? Выходи Давно у меня руки чешутся Чем языком трепать силой помиримся Только предупреждаю Со мной поосторожней Я меченый Нино Я к тебе Завтра собрание Приходи Ведь и тебя скоро будут принимать в комсомол Еще чего не хватало Больше делать нечего Молчи, тебя не спрашивают Обязательно приходи Придет, не беспокойся И на собрание будешь ходить, дочка И в комсомоле первой должна быть А как же Иларион, значит, решил уходить? А ты как думаешь, чтоб руки и ноги отсохли у того, кто на тебя работать будет? Ну что ж, иди, иди Только смотри, еще не раз пожалеешь Говорят же, не плюй в колодец пригодится воды напиться А вы потрошат или нет Это не твоего ума дело Какие мы с тобой несчастные, Нино Работаешь, работаешь Света Божьего не видишь Ни праздников, ни воскресенья Разве это жизнь? И ничего впереди Так до самой могилы и будешь мыкаться Здравствуйте Здравствуй, Георгий Не надо отчаиваться Давидная жизнь стала бы холодной, как лед Если бы человека не согревала надежда Ну, моя-то жизнь давно стала холоднее льда Вот Нино еще Может на что-то надеяться Кто, я? Конечно, Нино Почему ты не пришла на собрание? Не могла, дел много Ты только и знаешь, что работать И на кого? На семью Алмаз-хана? Другой семьи у меня нет И никогда не будет Если не сбросишь в себя это ярмо Не уйдешь из их дома Знаешь, что? Что? Один человек сказал Что жить без тебя не может Что ты вошла в его сердце Ты смеешься надо мной Ничего, я не смеюсь Он любит тебя Да кому я нужна? Если тебе интересно узнать Ты приходи на собрание А потом я тебе скажу, кто он Какие еще будут вопросы, товарищи? Кто создал комсомол? Ленин А в каком году? В 1918 Здравствуйте Есть еще вопросы? Товарищи, по-моему, все ясно Предлагаю принять Нино Коридзе в комсомол Давайте голосовать Комсомолу наш пламенный привет 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 Зачем пожаловали? То есть, как это, зачем? Может, нам тоже охота в комсомол? Да Проваливайте Кулацким сынкам здесь делать нечего Вот это надо А Нино разве не из нашей семьи? Она ваша батрачка И ты себя с нею не равняй Нет, вы видали? Ты говори, да не заговаривайся Иди домой, Нино Я сказал домой Никуда она не пойдет Посмотрим Ты идешь или нет? Оставь ее, а то я тебя... А то что? Ну, если ты такой храбрый, выходи и сразимся А ну, что здесь происходит? Что за свалка? В чем дело? Дядя Варден Пускай нас тоже примут в комсомол Чем мы хуже других? Ага Сейчас же убирайтесь отсюда Пока я милицию не вызвал А ну живо, раз, два Будь по-твоему Иди домой, Нино Слышишь? Я, пожалуй, пойду Оставайся здесь Слышишь? Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну и сладкая, как мед. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и сладкая, как мед. Субтитры создавал DimaTorzok Ну и сладкая, как мед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Прости, я не по своей воле. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Варден, не знаешь, кто этот в кожанке? Конечно, знаю. Ясон, побыстрее. Если знаешь, и нам скажи. А, тебя не касается. Ясон, постой-ка. Ясон. Кто это там приходит? Не сбилийся в полномочном царе. Ну что, узнал? Из Твилиси приехал. Уполномоченный ЦК. Здравствуйте, товарищ Варден. Здравствуйте. Варден, нужно срочно провести собрание сельского актива. Хорошо. Оповестите всех членов партии, комсомольцев и беспартийных активистов тоже. Ясно, товарищ Номарадзе. Георгий Халампре, к шести вечера, чтобы все были здесь. Хорошо. Идите. Слушай, Ясон. Что, Алмаз Хан? Слух по селу идет. Неужели это правда? Да, правда. Ну и ну. Значит, совсем справедливости не стало. Сначала землю отбирали, а теперь всего лишь жить хотят? Колхозы будут. Надо людям привыкать жить вместе. Бывает, отец с сыном не уживаются, а вы хотите, чтобы чужие? Да может ли это быть? Не знаю. Ничего я не знаю. И когда же все это будет? Когда будет, тогда узнаешь. Быть, хотя бы лучше. Я нашел, как ваша вспом적ила, noget имя, чтобы не было. ют ли это, знаю, Но ваши вес ониibe Я сегодня такая счастливая. Да? Представляешь, выхожу из леса, а Георгий мне навстречу. Ну и что? Ну и вот, он мне сказал, что любит меня. Так прямо и сказал? Ага, и еще говорит, выходи за меня замуж. И что же ты ответила? Ничего, я почему-то оробела, растерялась. Дорина, а как же у меня теперь быть? Не волнуйся. Я уверена, что Георгий Бесло все понял. Правда? Конечно. Что мы ответим, товарищи Намарадзе? Кого направим в Тбилиси? Я предлагаю послать Георгия. А не слишком ли он молод для председателя? Парень он энергичный, трудолюбивый, сам будет работать как следует и других работать заставит. Верно. К тому же он пограмотней. О! Здравствуйте. Здравствуйте. Здорово. Ты меня зачем-то звал? Звал. В Тбилиси открыли двухгодичные курсы председателей колхозов. Но мы с Ясоном посоветовались и решили послать тебя. Меня? Да. Активный комсомолец, теперь уже и член партии. Думай, мне срамишь? Постараюсь, товарищ Варден. Спасибо. А когда нужно ехать? Завтра и поезжай. Какие у тебя особенные сборы? Ну, счастливо. Дарина, Нино дома. А, Георгий, заходи. Нет ее. Что-нибудь случилось? Нет. Дело у меня к ней. Завтра уезжаю в Тбилиси. Тбилиси? Но я поеду не один. Я не могу оставить ее в доме Алмасхана. Ты ее увезешь? Да. И мы там с ней поженимся. Дай Бог вам счастья и здоровья. Я так рада за вас. Она давно тебя любит. Я тоже люблю ее. Георгий, ты пойди поищи ее. Она или у Марии, или на винограднике. До гроба буду тебе благодарен, Дарине. Ты всегда так была к ней добра. Дождалась она. Да не спошлет Господь им обоим счастье. Да не спошлет Господь им обоим счастье. Не подходи, не подходи ко мне. Не подходи. Не подходи, слышишь? Не подходи. А, вот ты какая. Аки, ты же брат мне. Брат? Аки, пусти, не смей. О, зверь животное. Пусти, не смей. Стой. Аки, пусти, не смей. Ака, не смей. Помогите. Помогите. Не смей! Помогите! 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 Не смей! Как ты мог? Сердце у тебя нет окаянности. Хватит голосить, уже поздно. Да разве ты человек? Ты хуже зверя. Да замолчи, наконец, хватит. Нашел, кого обидеть. Беззащитную сироту. Чем орать, да проповеди читать. Пошла б лучше к ней. Надругался над девушкой, опозорил ее. Как ей теперь жить? Ничего, как-нибудь проживет. Георгий на ней женится и смоет позор. Тьфу, ни стыда, ни совесть. Ну погоди окаянно, отольются тебе ее слезы. Ну, жена, урожай у нас в этом году. Ху-ху-ху, не сглазь. Пудов сто соберем, не меньше. Алмаз хан лопнет от злости. Кукуруза и прям хорошая, но как бы не было наводнений или еще чего. Ну-ну, типун тебе на язык. Еще в самом деле накличешь. Смотри, не перестанешь каркать, заткну рот и поставлю в кукурузу вместо пугала. Молчу, молчу, молчу. Георгий бежит? Где? Бежит-то как. Дядя Иларион, Атью не видели? Нет, не видал, а что стряслось, а? Ой, чует мое сердце что-то тут неладное. Ребята, Георгий бьют! Бежим! Скорей! Кулачье, проклятое! Раки не бьют! Скорей на помощь! Вручай наших! Иди, я тебе дам! Стой! Куда? Ты не ходи! Остановите их, они же поубивают! Они вообще туда убьют! А-а-а! Сыны Египеппинового укопят! Видишь, что там делается! Посмотрите! А-а-а-а! А-а-а! Здоровинский, ящик! Пусти к пролосам! Сварить его�ство! Пусти к вашему слону! Пусти! По всему лесу полосово пустить! Да лучше! Спер expand! Наверное, нам приготовят прог Master His new army! Весь урожай сгубили, почему милицию не зовёт председатель? Что же это творится, люди добрые, что творится? Кулачё проклятое, у меня сына избили чуть не до смерти. С кого теперь спрашивать, с кого спрашивать? Арестовать сукиных сынов в тюрьму их, чтоб неповадно. А они думают, на них управа не найдётся. Нет, голубчики, ответите как миленькие. Отсюда их мерзавцы. А они думают, на них управа не найдётся. А что? А то они совсем нам на голову сядут. Подсюда их. Успокойтесь, люди, успокойтесь. У нас есть председатель, пусть он решает. Подождём, что скажет власть. Чего это интересно, я буду ждать. Раз в жизни уродилась кукуруза, а её загубили. Всё поле напрочь, вытоптали. А хватит, Иларион, хватит. Кукуруза-то была совсем хилость. Не хило, не хило это нас, зря говоришь. Этот Алмаз Хана выгораживаешь. А? И его сыночка. Конечно, одним миром мазанный. Что значит одним миром? А то, разве не твой сын орал? А ты слыхал, его самого чуть не убили. Палкой по голове еле пролет. Так ему и надо, жалко, что не до смерти. Звери они люди. Что ты? Наверх девушку погубили, опозорили. Убить их мало. Всё равно они отвертятся сухими из воды выдух. Нет, нет, нет. Тихо, соседи, тихо. Алмаз Хан идёт с него и спросит. Это его наследничек кашу заварил. Ну, Алмаз Хан, отвечай перед народом. Что теперь будет, а? Это всё твоих штучных. Ничего, это вы только раздалделись. Ничего же не случилось, ничего. Да я её давно к себе в невестке прочил. Или вы считаете, что семья не хороша? Парень плох. Большой грех, Алмаз Хан. Это вам даром не пройдёт. Господь покарает. Я думал осенью их обвенчать. Честь по чести, но они поторопились. Ну что ж, дело молодое бывает. В воскресенье приглашаю всех на свадьбу. Подожди. Свадьба, свадьба. А я без кукурузы остался. Иларион, если ты понёс убыток, иди ко мне. Возьми из амбара сколько надо и успокойся. Первый раз, что ли? Иди. Ну что тут скажешь? А со свадьбой это ты здорово придумал. А что же мне оставалось делать? Не доводить же до суда. И всё-таки, боюсь, без суда не обойдётся. Вон как народ расшумелся. Ничего обойдётся. Ты вот поможешь мне. Никакого суда. Ты власть. А власти с властью легко договориться. Ну а нашу голодьбу я беру на себя. Дело не хитрое. Я уже всё обмозговал. Разок накормлю их до отвала, они живо угомонятся. С полным ртом не поговоришь. В речку кинулась, утопиться хотела. Еле спасли бедняжку. А как она сейчас? Да Рене глаз с неё не спускает. Плохо, плачет бедняжка, убивается. Ты уходишь? Да. И не поговоришь с ней? Нет, только не сейчас. Мария. Что, Георгий? Нет, ничего. Прекрати, Ясон. И слушать ничего не хочу. Только судить. Судить этого мерзавца. А вы тут какую-то свадьбу затеваете? Да ведь девчонку жалко, пойми. Польно жалостливый. Ведь как-никак она дочь большевика. Вот-вот. А ты её кулаку отдать хочешь? А кто ж её возьмёт теперь после такого бесчестия? Может быть, ты возьмёшь её в невестке? У тебя сын-жених. Знаешь что? Что? Не нравится мне всё это. А мне нравится? Мне тоже не нравится. Да видно, такая уж у неё судьба. Да Рене и ты мне так советуешь. Ну что же делать, Нино? На что надеяться? Георгий уехал, даже не попрощался. Не оставаться же тебе опозоренной. Или, может, снова топиться надумала? Нет. Раз уж не вышло. Но и покориться им не хочу. Уеду в город. Уедешь? В какой город? Кому ты уедешь? Куда? На что жить там будешь? Одна, совсем одна. У деревни доброе сердце не нож. А у города лютое, суровое. Боже мой. Я давно терпелась такого горя. Погоди. А вдруг у тебя будет ребёнок? Ты об этом подумала? Будет ребёнок. Будет ребёнок. А вдруг? Да Рене, что же мне делать? Что же мне делать? Пускай судят, пускай сажают. Пусть хоть расстреливают. Я всё равно не женюсь на бесчащиной. Хм. Можно подумать, что я кто другой обесчестил. Хорош гусь. Я девку еле уговорил, а теперь с тобой возись. И напрасно уговаривал. Я всё равно не женюсь. Ты меня слышишь? Лучшей невестки ты себе не нашёл? Я бы, конечно, нашёл. Если б тебе кровь не взыграла. Налетел, как бык. А теперь пеняй на себя. Надо дело исправлять. Нет, нет, нет. Не будет она моей женой. Жена, жена. Заладил одно и то же. Жена. Чё стоишь? Садись. Послушай, отца. После твоей матери я ещё одну жену похоронил. Это уже третья. Ни один десяток лет у меня за плечами. А доведётся, я ещё трёх жен переживу. А если правду сказать, Нино, девушка красивая, работящая. И к чему не придерёшься. Да. И самое главное, она сейчас очень нам нужна. Ты ей репенишься, а что нас ждёт завтра, ты бы пораскинул мозгами. Вспомнил бы, чья она дочь. Её отец старый большевик. За революцию голову сложил. А ты говоришь. Да. Времена пошли такие, что только думай и думай. Как бы уцелеть, пережить, перетерпеть. Ох, сын, жизнь всё заставит. Надо будет, и в игольное ушко пролезешь. Ясно? Нормально. Нормально. Ипполита! Сто лет тебе жить дорадоваться! Твоё здоровье! Эй, сосед! Ты что, сдурел? Землю вином поливать? Затрудился, виноград растил. Бога ты не веруешь! Кладская душа, чтоб твоё пусто было! Совет да любовь! Отстань! Тут половина моим пота кровью полет. Ты своё ем! Ипполита, скажи! Друг тебе не верит! Пойдём домой! До всех святых этого дома! За женихай, невеста! Алваз хан! Пусть процветает дом твой! Пошли тебе бог, внуков и правнуков! Пойду! 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 Ну, довольна, небось? Цар канила меня. Дождалась! Законная жена Аки Солуквадзе. Законная или незаконная, всё равно. Всё равно я твоей женой никогда не буду. А ты красивая, и, может быть, я полюблю тебя. Ненавижу тебя, ненавижу! Уйди! Молчи! Спасите! Спасите! Уходи! Куда ты бежишь? Уходи! Ненавижу! Ты ведь моя жена! Ненавижу! А я не убьёшь её! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! Здравствуйте! Мне нужен председатель Клохосов. Я председатель, пожалуйста. Пульс 80. Давление 80 на 60. Осторожнее, Нино. Осторожно. Ну, что доктор сказал? Поправиться, говорит, не волнуйся. Лекарство дашь и поправится. Ну и слава Богу. А то ты утром такая грустная была. Погоди-ка. Кто-то идёт. Это не как наш Георгий. Здравствуйте, дядя Утар. Спасибо, что подождались. С возвращением тебя. Здравствуй, Нино. Здравствуй, Георгий. Вернулся, значит, жив-здоров. Сколько же? Года два не было. Соскучились мы по тебе. Да, времени прошло немало. Ну, как там в городе? Что нового слышно? Как жизнь? Всё идёт хорошо. Приятно. Приятно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Виноват я перед тобой, Нино. Нет, Георгий. Я тогда не должен был тебя оставлять. Но в деревне языки злые. Виновата только я. Не уберегла нашу любовь. Прощай, Георгий. До деревни уже близко. Как бы не увидел нас кто, то знаешь, люди какие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Нино. Будем хоть друзьями. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, Георгий. А я тебе говорю, если еще погода продержится, хороший будет урожай. Так ведь, если продержится. День добрый, соседи. Здравствуйте, Георгий. Ну как, выучили тебя там на председателя? А ты как думал? Эх, поучился бы еще годика два-три. Для чего это? Чем позже вы эти свои колхозы сделаете, тем лучше будет. Для кого? Для кулачья? Я тебе так скажу. НЭП не я придумал. Ленин придумал. Ну вот ты пожили бы еще немножко в этом НЭПе. Нет, дядя Ипполита, так жить больше уже нельзя. Жизнь идет дальше, вперед. Пятилетки для того и задуманы, чтобы крестьянин-труженик зажил по-новому. С тех пор, как начались ваши пятилетки, сынок, в лавках хоть шаром покати. Зато потом всего будет в волю. А чтобы это время поскорее наступило, надо как следует поработать. Вот этим мы и займемся. Сколотить бочки штука нехитрая. А вот будет ли у вас чем их наполнить? Вернулся твой Георгий. Но если ты вздумаешь с ним повидаться, я... Не кричи, ребенка разбудишь. Прикончу разом. И тебя, и его. Ну убей, убей хоть сейчас. Нет, не могу. Раньше я тебя ненавидел. А теперь хочу ненавидеть. Но не в силах. Полюбил я тебя, Нино. Голову из-за тебя потерял. Полюби ты меня, полюби. Пожалей меня, Нино. Тебя полюбить. Пожалеть. Никогда. Нино. Со дня свадьбы. С самого дня свадьбы. Я жду. Два года жду, Нино. И буду ждать еще. Не жди напрасно. Я тебя не полюблю. Его любишь? Не знаю. Но ты моя жена, Нино. По закону. Запомни раз и навсегда. Я тебе жена лишь по закону. Между нами все останется так, как было до сих пор. Ты понял? Ну что ж, люби дальше своего, Георгия. Но только знай, живым он тебе не достанется. Никогда. Предупреди, помол крупный. Приезжай, сынок. Но. Только не гони. Осторожно. Я к чему? Народ говорит, колхозы, колхозы. Как думаешь, будут они? Он Алмарсхан едет. Его спроси. Он все знает. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуйте. Вы здоровы, Алмарсхан. Здравствуйте. Пожаловал наш благодетель. Ну-ну, тихо, тихо. Ах, и невестка у тебя, как бы не увели. Ты лучше за своей женой присматривай. Алмарсхан, ну и умнейший ты мужик, просто позавидуешь. Знал, какую невестку взять в дом. К тебе теперь не подступишься, ведь у нее отец старый большевик. Эх, дорогой, чья бы корова мычала, а твоя бы молчала. Вспомни-ка, что в 24-м году было, твой сынок с оружием в руках против революции шел. А мой в это время дома сидел. И, между прочим, в ЧК об этом тоже знают. Алмарсхан, ты слышал? Что? Тот человек из ЦК опять приехал. Люди поговаривают, теперь тушь коррективизации наверняка начнется. Ну, что касается меня, я в колхоз не пойду. Пусть со мной что хотят делают. Продам все, что имею, дом, усадьбу. Уеду в такое место, где нет колхозов. Говорят, что такое место только в Сибири. Так лучше в Сибирь. Что ты все молчишь? Сказал бы что-нибудь, посоветовал. Есть какой-нибудь выход? Что происходит в самом деле? А? Что происходит? Мне один рассказывал, что большевиков с каждым годом все больше становится. Сперва, ты говоришь, их всего 25 человек было. Вот если вы их уничтожили тогда, совсем другое дело. О чем разговор? Сейчас их больше двух миллионов. А два миллиона из ружья не перестреляешь. Так что сиди и помалкивай. У них сила против силы не попрешь. Дай мне совет, Алмасхан. Ступать мне в колхоз или, может, подождать. Трудно ты мне задал задачи, Пантелеймон. Что я тебе скажу? Ибо сказано, идущий в Иерусалим, не останавливай, но и не торопи. Да брось свою агитацию. Хорошие наступают времена. Хорошие. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Сами колхозов перепугались и нас запугать хотите. Это ты про кого? Как отберут у вас все, что чужим трудом и потом нажито, вот тогда узнаешь про кого. Отбирать да разорять это вы умеете. Послушай-ка. Ну что ты цепляешься, как репей? Что это ты, Ипполита, как горный ветерок? То с востока подуешь, то с запада. А это если хочешь знать не твое дело? Если хочешь знать, то мое. Залез в кулацкую нору и виляешь хвостом? Ну ничего, довиляешься. Обрубят его тебе. Как пить дать обрубят? К тебе побегут спрашивать. Еще как спросит. Вспомнишь меня тогда? Соседи, помяните мое слово. Разрушат они все, что отцами нашими строено. Все погубят. Старое разрушим, новое построим. Языком болтать легко, дело делать трудно. Человеку все под силу. Вон ту гору может сдвинуть, если ему дать возможность. Если взяться всем вместе. Ну вы бы и взялись, кто вам мешает? Вон у тебя сколько Иларион, Акверина, Халампре, Бизантия. А мы поглядим, какую вы гору сдвинете. Ох, хотел бы я взглянуть лет через 20 на ваше хозяйство. Ох, наверное, насмеялся в юноцах. Через 20 лет вы наше село не узнаете. Чайные плантации, мандариновые деревья посадим. В каждый дом придет электричество. Проложим дороги, приведем на поля машины, тракторы. И кто же все это сделает? Иларион, Халампре, Юстине. Акверина, Бизантия, Бенния, Гогия, Датуния, Коция. Народ! Уже идут. Ну, как у вас дела? Все готово. Да вот, все сделали. Здравствуйте. Здрасте. Милости просим. Откуда такое роскошное угощение? Видно, придется отведать хлеб с сой Алмазхана. Нет, это моя затея. Алмазхан тут ни при чем. Без него обошлись, нельзя же гостя без обеда оставить. Прошу к столу, мы впрямь проголодались. Садитесь, пожалуйста. Чем богаты? За коллективизацию, за наш колхоз. За колхоз. Товарищи, я предлагаю выпить за наших будущих колхозниц. Женщина, как известно, великая сила. Мария, Нино, будьте здоровы. Спасибо. Счастья вам. За Марию я, конечно, выпью, а Нино Кулацкая жена, и за нее я пить не стану. Ты забыл, что она дочь старого большевика. А вышла замуж за Кулацкого сына, и не уговаривай, муж и жена одна сатана. Не жена я ему, Бог свидетель. Не была его женой, никогда не буду. А кто отец твоего сына, Господь Бог или Дух Святой? Ты все равно не жена. Не верите, никто мне не верит. Нино, Нино, голубушка. Мне хорошо, Варден. Ты прекрасно помнишь, как все было. Ей и без того тяжко. Обидел женщину, не хорошо? Женщина или мужчина, для меня главное правда. Но где нет справедливости, товарищ Варден, там не может быть и правды. Женщина к новой жизни пробивается. Хочет порвать с теми, кто тянет ее назад. А ты что делаешь? Закрываешь ей дорогу? Знаешь, что я тебе скажу? Посидел бы ты с мое в тюрьмах, да покормил бы три года в шее в окопе, или протопал от германской границы до наших гор. Вот тогда бы говорил. Кому это я дорогу закрываю? Да хоть бы товарищи Намарадзе постеснялся. Он Ленина слышал. Он тебе скажет, сколько жизней уже отдано революции. И сколько еще будет отдано. Ты посмотри, как я живу. Стула в доме нет, кровати. Ничего у меня нет, кроме совести и чести. И здоровье свое, и молодость я все отдал революции. Ты за невестку Алмазхана заступаешься, а он с ее помощью пролезет в колхоз. Это понимать надо. Ты что, своих не узнаешь? Куда идти? Коровник. Там безопаснее. Тебе хочется новую жизнь начать. А по их законам выходит, ты не имеешь на это права. Где же тут справедливость? Взять, например, меня или тебя. Чем мы виноваты? Не по своей же воле мы в этой семье. И все-таки до Рине я своего добьюсь. Мне об этой новой жизни еще отец рассказывал. Я так о ней мечтала. Кулацкая жена. Нет, я молчать не буду. Не буду. Кулацкая жена. Кулацкая жена. А ты пойди к Георгию. Попроси его. Он председатель. От него зависит, кого принять, кого нет. Уж он-то отказать не должен. Ты о чем задумалась? По-моему, там кто-то был. Где? В коровнике. Тебя просто почудилось. Ничего не почудилось. Я там что-то дыхание слышала. Найти побольше надежных, верных людей, вот что теперь самое главное. Да, да, конечно. А как на этот раз за границей нам поможет? А то в прошлый раз наобещали, а когда дело дошло, их не было. Сейчас все будет, Алмаз хан, и танки, и пушки, и кавалерия. А к Поти и Батуми подойдут дредноуды. Дай бог тебе здоровья хорошо, если так. Оружие, которое я оставил, вы сберегли? Да, все цело, хорошо спрятали. А сейчас что будешь делать? Да пока ребят разослал по селам. Народ поднимать. А выступим, когда начнется восстание в России, на Украине, на Дону, в Кабарде и Черкесии. Хорошо бы уже сейчас кое-кого убрать. Хотя бы на Марадзе или Вардена. И еще одного-двух таких же в придачу. Придет время, всех уберем, никого не оставим, но в таком деле спешить нельзя. Осторожность нужна, осторожность. Ну, это само собой. Акия, связь будешь держать со мной. Ага. Я буду приходить сюда. Нет, не надо. Лучше встречайтесь на мельнице. На моей бывшей мельнице она в стороне. А, на мельнице. Хорошо. Сколько дворов в селе? 720. Бедняцких 61. Кулаков 25. Остальные середняки. Ну, за бедноту я ручаюсь. Все пойдут в колхоз. А вот насчет середняков, то, по-моему, в первое время половина из них воздержится. Все честные крестьяне рано или поздно вступят в колхоз. Но не следует забывать, что кое-кто из кулачья тоже попытается пролезть в колхоз. Это уже ваше дело разобраться. Кто кулак, кто середняк, а кто бедняк. Ну, наш Варден особо разбираться не любит. Есть у человека лишние коза и точка. Он его сразу к кулакам. Ты у нас, Ясон, зато очень сердобольный. Особенно к кулакам. На правую ногу хромаешь. Подаю ли я в правый уклон еще неизвестно. А тебя за левый уклон дважды разбирали в уездном комитете. Я тебе о бдительности напоминаю. Нет, мой дорогой. Левый уклон и означает притупление бдительности. Так я говорю, товарищ Намарадз. У партии только одна генеральная линия. И она не допустит уклона ни вправо, ни влево. А революционная бдительность обязательно для каждого большевика. Товарищ Намарадзе здесь. Я к вам, товарищ Намарадзе. Что случилось? В уезде получены точные сведения. Хромой Гоги со своей банды вернулся в Аджарию. Возможно, что они уже здесь. Только об этом я и говорил. О революционной бдительности больше ни о чем. Что ищет здесь этот матерый волк? Смерти. Он ее найдет. Да дикой, я на тебя надеюсь. Ты человек передовой, так что сам знаешь. Георгий, не надо меня так агитировать. Он правильный человек. Халампре! Халампре, выйди-ка на минутку. Георгий. Георгий, я тебя ищу. Ну что ж, приятно слышать. Прежде я тебя искал. Не надо, не до шуток мне теперь. А я вовсе не шучу. Ясон говорит, что никто, кроме тебя, помочь мне не может. Дело не во мне, Нино. Как это не в тебе? Ты председатель колхоза, тебе и решать? Я бы с радостью помог, но... Но что? Скажу тебе прямо. Да. Если ты не оставишь эту семью, никто тебе не сможет помочь. Кого я оставлю? Кого? Старую, больную, парализованную женщину? Как я могу ее бросить? И Дарине, которая мне заменила мать... Значит, не поможешь. Ну и не надо. Пускай. Я свою правду найду. Рано или поздно найду. Не только лицом, даже характером в отца пошла. Слушай, а что, если принять ее в колхоз? Что особенного? В чем тут грех, объясни. Что я тебе скажу, дядя Эларион? Я и сам еще во многом не могу разобраться. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Здравствую. Извините, конечно, вопросик у меня есть. Спрашивайте. А что, если я подожду с этим делом? Не буду записываться. Ну, как хотите. Мы никого не принуждаем. Да самую малость подожду. Ага, а потом сядешь за накрытый стол. Нет, разобраться надо, подумать. Все давным-давно ясно. Кому как? А вот мне, например, не все ясно. Что такое коллектив, я с божьей помощью понял. Но вот что такое изация. Не политое. А я. Будешь под кулацкой дудку плясать, я тебя живо отправлю в ЧК, там тебе объяснят, что такое изация. Вправят мозги. А одного дурака спросили, кто твой враг? Язык мой говорит, так и у меня. Извините. Да идите вы, идите, проклятые. О, Господи. С ума меня сведут эти козы. На себе, что ли, вас тащить? Что, Акверина, все свое богатство в колхоз волочишь, а? Ну, теперь-то уж он наверняка окрепнет. Только и умеешь, что зубы скалит, на смех людей поднимать. Несознательный ты элемент. Вот кто ты такой. Да пойдете вы. А если ты стала такая уж сознательная, так зачем же ты их силой в колхоз тащишь? Они такие же безмозглые, как ты. Своей пользы не понимают, вот и артачатся. Ну, чего стали, чего стали. Идите, проклятые. О, погибели на вас сняту. А ты чего там ворон считаешь? Погоняй, погоняй. Птичка, а птичка зовет лиса. Что тебе угодно, госпожа лиса? А лиса-то хитрющая, не говорит, что съесть хочет бедного птенчика. Несчастный прикинулась, дай мне одного птенчика, а то мне говорит. Пойдем, мочек. Пойдем. Отец, отец, идут. Ничего не поделаешь, сынок. Силы на их стороне. Нет, нет, не отдам ничего им, не отдам ни лошадей, ни быков. Думаешь, мне не жалко? А придется отдать. Это им дорого пойдется, пускай только сунутся ей встри. Тихо ты, слышишь? И чтобы не пикнул меня, лучше пока ему ступить, чем зря погибать. Не плачь. Иди в дом. Возьми ребенка. Алмаз хан, тебе известно, что постановили на собрании? Известно, а как же? Где у тебя скот, птица, все на месте? Не припрятал? Куда их спрячешь? Все на месте. Две орбы, три плуга, одна подвода, четыре быка, три коровы, четыре бычка, одна лошадь, один бугай, пятенки, пять свиней, шесть овец, семьдесят кур. Все правильно. Ясон, вы займитесь тут. Примешь скот и весь инвентарь по списку. А я пойду раскулачивать Аданаса. Проверьте, сколько кукурузы в амбаре. Оставьте им продуктов на три месяца. Померу хотите меня пустить? За что? Я всю жизнь в труде провел. Все, что вы видите, все, что тут есть, моими руками сделано, моим потом полито. Добавь к этому и мой труд, ты мой пот, Алмаз хан. Ну, спасибо, Иларион. Отблагодарил за все. Сосвет у меня сживаете. На моих похоронах не терпится поплясать. Да вы бы хоть попробовали? А вдруг Алмаз хан еще вам пригодится? Хватит, ученые, с такими, как ты, новую жизнь не построишь. Кровопийцей, мироедом меня называете. А сами что делаете? Грабители. Ни бога, ни правды. Макия! Я вас всех перестреляю! Всех! Спасибо. Дероги, проверите списки. Здравствуйте, товарищи. А, товарища Мораза, не ждали. В ЦК поступили сведения, что у вас сплошная коллективизация? Да без трудностей, конечно, не обошлось, но поработали с народом и, может сказать, справились. Теперь все в колхозе. А как дела в других районах? Да, в общем, неплохо. Но, к сожалению, кое-где на местах перегнули палку. Силы принуждают уйти в колхоз. Не только коров, даже домашнюю птицу не оставляют в личную собственность. Центральный комитет предлагает немедленно исправить допущенные ошибки. Надо вернуть крестьянам коров, птицу, свиней. Я предупреждал, меня не послушали. Перегнули палку, перегнули. После указаний партии легко стать мудрым. Надо пересмотреть и вопрос о приусадебных участках. Следует учитывать местные условия. Кого выселили? Никого пока не выселяли. Ждали вашего приезда. Но на общем собрании утвердили списки? Утвердили. Вот они. Только некоторые считают, что... Я предлагал изъять из этого списка Алмаз-хана. Временно, конечно. И выпустить его из тюрьмы. Зачем? Иначе не поймать Акию. Как ваше мнение? Есть смысл. Здравствуйте. Я пришла спросить, что с нами будет. Выселяете нас, да? А ты как думала? Твой муж убил Иллариона, лучшего нашего активиста. Он наш заклятый враг. Твой свекра в тюрьме сидит. Партии учат нас не знать пощады к врагам революции, уничтожать их как класс. Я враг революции. Вам не совестно. Кровь моего отца еще не высохла на этой земле, а меня к врагам записали. Да-да, и ты отцом не прикрывайся. Ну, хорошо. Пускай я враг. Ну, при чем здесь он? Ребенок мой несчастный в чем виноват? Ну, почему он должен отвечать за своего отца? Ну, почему? Отвечай мне! Выкидывай на улицу. Найдутся люди, приютят. Не все такие, как ты, Варден. Рано или поздно правда свое возьмет, возьмет. Возьмет обязательно. Подождите, подождите. Успокойтесь. Я говорил насчет вас с товарищами в ЦК. Мне поручено на месте изучить ваш вопрос и во всем разобраться. Ума не приложу, как быть. Со мной там больная старуха и Даринея их батрачка. Не волнуйтесь, без крова вы не останетесь. Мы посоветуемся и думаю, что вопрос решится в вашу пользу. Неужели? Неужели и правда буду жить, как все люди? Будете, будете. Спасибо. Спасибо. Ну и хлещет. Настоящий потоп. Ты здесь одна? Что дрожишь? Не бойся, не трону. Ты кого ждешь? Отвечай. Подруга обещала прийти. Но в такой ливень вряд ли придет. Где я видел? Где я видел эти глаза? Ты кто такая? Алмаз хана невестка. Слава Богу, своя. Дай-ка чего-нибудь поесть. Дождалась мужа, наверное. Ничего, скоро вернется. Он вместе с остальными ребятами по селам ездит, людей собирает. Восстание поднимать будем. Такое дело, тяп-ляп, не делается. Я говорил твоему, соблюдай осторожность. А он открыл пальбу среди бела дня. Алмаз хан где сейчас? За решеткой? Ты кому припасла вино? Никому, себе. Когда я шел сюда, на многих надеялся. Но сейчас все отвернулись. Избегают меня. Как подменили их. Поверить невозможно. И прошло-то десять лет всего. А эти проклятые большевики так заморочили людям головы, что нам уже никто не верит. за твое здоровье, красавица. Тебе-то я доверяю. Ты своя. Дьявольски устал. Прилягу, отдохну немного. Ты посторожи. Чуть что подозрительное разбуди. Отец. Что случилось? Наша мамочка, мамочка умерла. Доченька, доченька. Отец, как же нам теперь жить? Ну, успокойся. Не надо, дочка. Не надо. Идем домой. Сейчас. Я боюсь. Иди. Ты у меня храбрая девочка. Идем домой. Гости у меня. Как же я могу? Отец, мама, мамочка. Игорь Негода. Игорь Негода. Я не молодец. Игорь Негода. Игорь Негода. КОНЕЦ Вставай, Гогия! Кто пришел? Смерть твоя пришла, Гогия! Возьмите виновку! Глаза! Эти глаза! 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 Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, товарищ Намарадзе. Ну, как успехи? Я побывал у Вардена и Ясона, они уже приступили к пахоте. И мы приступаем. Сегодня все в поле вышли, даже детей с собой привели. Да прав был Иларион, когда говорил, пойдет народ в колхоз. Обязательно пойдет. Здравствуйте. Здравствуйте. Поздравляю со вступлением в колхоз. Спасибо. Я говорил, что все будет хорошо. Ты у нас героиня, у тебя вся жизнь впереди. Будешь передовой колхозницей. Я постараюсь, товарищ Намарадзе. А ты, Даринэ, не хочешь в колхоз? А примут меня. Я бы с великой... Мы хотели ее принять. Варден возражает. Ну, это не страшно. Раз народ вас поддерживает, мы поддержим. Примем, Даринэ, обязательно. Спасибо. Спасибо, Георгий. Погляди, сосед, в последний раз на наши межи. Тут начиналась твоя башня, там кончалась моя. Не пройдет и дня. Все сравняется, одно поле будет. Дай бог здоровья тому, кто это придумал. Ведь что было? Сколько враждовали из-за этих жалких клочков земли. А раз земля общая, так и спора нет. А слушай, Ипполит, ты вроде повременить собирался с колхозом. Переждать. Ах, собирался, ну и что. Как увидел, что народ в колхоз повалил и подумал, чего это мне одному оставаться, что я у бога пасыных? А потом, как говорится, на миру и смерть краса. А так ведь сосед, а? Ха-ха-ха. Первый день, первая борозда. Поздравляю тебя, Георгий. Как радостно, что первую борозду прокладываете вы. Именно вы, наша смена. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, пойдем, пойдем, пора спать. Значит, ушли все-таки вертихвостки. Дом бросили тебя, а ребенка бы хоть пожалели. Таскают за собой. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Ты что, Пелагея? Что случилось? КОНЕЦ Алмаз хан? Да, я... Алмаз хан... Вернулся Что так смотришь? Не узнаешь? Тебя все-таки выпустили? А за что меня держать? За какое вино? Тарина! Куда пошла? Боюсь, Алмаз хан. Боюсь. Иди сюда. Помоги мне. Чего ты боишься? Глупая. Господи, сколько золота. Еще бы. Сорок лет копею. По копеечке откладывал на черный день. А сейчас чека отдать. Ну нет, голубчики, не дождетесь. И вот ради этого ты всю жизнь мучился. А? Всю жизнь. Для вас копил. Почему это у нас коровники склад устроили? Я не знаю. А в нашем доме, говорят, колхозное правление будет. А? Правление? А вы где жить будете? А нам в другом месте дадут. Будь они прокляты, эти гады. Ну ничего. Ничего. Со мной пойдешь. Со мной. А куда ты собрался? За границу. За границу? Да. Вот сколько денег. Этого золота на двоих хватит. Нет, Алмаз хан, нет. Не пойду я с тобой. Я останусь здесь. Ты пойдешь. Нет. Не пойду. Может и мне в конце концов улыбнется судьба. Я ведь тоже человек. Пойдем лучше. Не то пожалеешь. Нет. Нет. Нет, не пойду. Нет. Ах так. Ах! Больно мне. За что? За что? Ах! Ах! Что? Ах! Здесь pugnare ת oak. Та! Знаю! Ах! Андреа! В ручек мой! Ах! Эй, глядите! Горит что-то! Не как пожар! Дом Алмашкана горит! Дом Алмашкана! Пожар! В деревне пожар! Боже мой! Боже! Там же мой сын! Помогите! Вот беда! Пасите его! Ах! Помогите в ноги! Пусти! Не мешайте! Пусти! Пусти! Не мешайте! Пустите меня! Андрей, подряды рождаться! Пусть убейте меня! Пусть убейте меня! Пусть убейте меня! Пусть убрались! Пустите! Здравствуйте. Здравствуй, Нино. Здравствуй, Георгий. Здравствуй, Нино. Уехать хочу. В Тбилиси поеду. Очень прошу, выдайте мне справки. Комсомольскую характеристику. Если можно, ходатайство отправления. Уезжаешь, значит? Вы уж меня простите. А у нас столько дел теперь. Знаю, но иначе не могу. Не могу остаться. Слишком тяжело мне. Хорошо. Завтра получишь все бумаги. Спасибо, Георгий. Спасибо, Георгий. Не бойся, это я. Арки. А говорили, что ты за границу сбежал. Уходим этой ночью. И для тебя лошадь готова. Перевалим через Бахмару. А в схалте есть человек. Он нас в два счета переправит. Что ты, опомнись. А что мне остается? Один выход бежать, куда глаза глядят. Здесь меня преследуют, как бешеного пса. Сына теперь нет у нас. И старик-отец сгорел. Никого. Никого у меня нет на свете. Кроме тебя. Уезжай, Аки. Ты уедешь со мной, Нино. Я не поеду. А ты уезжай. Нам не по дороге. Дай Бог тебе счастья. Не будет мне без тебя счастья, Нино. Едем. Нет, я не поеду. Я убью тебя, убью. Убей. Чего ж ты ждешь? Нет, не могу я, не могу. Рука на тебя не поднимается. Но и по-твоему тоже не будет. Имей в виду. Или он, или я. Этой ночью один из нас умрет. Вот здесь у нас будут чайные плантации. Бригады Исаакия. Калистрате. Ионопре. Умри ты! Бригады Исаакия. Бригады Исаакия. Бригады Исаакия. Бригады Исаакия. Бригады Исаакия. А кто ты? Откуда? Не как враг Я с миром пришел Хоть перед смертью хотел увидеть родную землю Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»